Итак, у нас сегодня с вами десяточки, а мы завершаем, плавно подошли к концу, к окончанию, скажем так, цикла по числовым картам. И, соответственно, у нас название, такой принцип великого парадокса, я объясню сейчас, что это значит. Да, следующие наши занятия будут посвящены практике, практическим темам, таким как бизнес-финансы, да, второе, и таким как отношение второе, это отношение второе, это самое частотное, самый частотный запрос, с которым приходят люди, к торологу, это будет тема коррекции раскладов, и будет тема сроки второго. То есть, в принципе, все темы, которые, ну, или практически все, которые людей интересуют, мы их все с вами обозрим. Вот, итак, десятки, да, карты парадоксов. Что это такое? Елена Плавацкая в свое время, ее не надо, наверное, представлять вам, назвала парадокс естественным языком оккультизма. В чем парадокс здесь, да, помните, было сказано в Евангелии, так будут последние первыми, а первые последние, да, Евангелие от Матфея. Для нас с вами эти последние карты тоже становятся первыми, могут стать первыми, потому что десятка – это наша с с вами сефира Малкут, это то, где мы с вами живем. Вот, условно говоря, мы с вами живем в десятках, назовем так. Извините, если кому-то это не нравится, надо посмотреть по сторонам, здравствуйте, и мы с вами увидим вот эти вот, как говорят, десятки, в которых мы с вами обитаем. Не могу сказать, что это очень приятно, но извините, а с другой стороны, весна на улице тоже неплохо. Вот, поэтому мы просто исходим из этого. Но относиться к десяткам можно хорошо, тогда, когда мы понимаем, что они являются завершающими, а дальше начинается снова ноль, снова начинаются тузы. Тогда все хорошо. То есть, ибо сказано, что Малкут должна, является дочерью, дочерью так называемой. Я два слова скажу, просто так как у нас не было с вами на наших занятиях, мы не проходили вот так дословно древо жизни. Древо жизни имеет четыре этажа, четыре мира. И смешное заключается в том, что два из этих миров относятся к двум сефирам. Первый мир, Ацелут, относится только к Китет, то есть к высшей сефире. И последний из этих миров относится только к Малкут, Ася. Это наш с вами мир. То есть вот по одной сефире. А там две сефиры Брия, этот самый, как называется, Хакма и Бина, и шесть сефир вот посерединке. Но я не буду вам голову морочь, чтобы ничего не... Это самое. Нам главное другое. Там и там, вот на верху и внизу, по одной сефире, это целых два мира. Вот в какой-то момент, и это очень интересно, это очень важно, переполняется ощущение, да, как бы слишком материальное все, слишком все такое плотное. И вдруг оно раз, воздух выбивается, почва из-под ног, и все оказывается на воздухе, все оказывается в Китер. То есть потому что все время идет вот эта вот такая спиральная постоянная работа. Если бы она не шла, если бы этого не происходило, это тоже очень философская история, то мы бы с вами, ну, как сказать, мир будет действительно, есть такое апокалиптическое мышление, или эсхатологическое мышление, что мир где-то когда-то был создан, и когда-то он закончится апокалипсисом, всем воздастся, сестрам по серьгам, у нас тут сестры только, с мальчиком не одного, вот, я не знаю, правда, у нас, наверное, все-таки мальчики есть, только онлайн. Вот, всем раздастся по их, как говорится, кто как чего заслужил, после этого мир закончится, и все. Да, как бы, это будет некое другое, некое существование. А оккультный подход, он другой, все время идет вот этот вот конец, да, вот мы только закончили с вами в десятках, опаньки переворачиваем, начинается все сначала. Это на языке оккультизма, немножко выспряно, красиво звучит, что дочь, которая, собственно, молкут, должна воссесть на трон матери вины и освежить дряхлость всеотца. Красиво звучит, ну, могли бы сказать, трахнуться с всеотцом, но как-то было бы менее элегантно. Вот, прошу прощения, да, за мой французский. Но имеется в виду, что для того, чтобы творение постоянно обновлялось, и постоянно у него был какой-то прилив свежих сил, приток свежих сил, как ни странно, вот этот сотворенный мир, какой бы он не кузявый не получился, а, в общем-то, он не кузявый получился, честно скажем, да, ну, там, как бы, все равно, сами мы все знаем, что он так сегодня. Ну, когда весна, еще ничего, или это в остальное время, не очень, вот, до сих пор никак мне не могут этот мир, как-то это, целый апрель вспомнить, какая гадость была. Вот, так вот, что без этого мира невозможно обновление постоянного мира, невозможно постоянное, невозможно постоянное какой-то обмен энергиями. Нам все равно вот этот наш материальный мир, наше тело, нам нужно, помните, может быть, вы не помните, но я говорила о том, что для мага является главным, собственно, для мага, для культиста, для торолога, для кого угодно, для эзотерика в целом, очень важным является тело, тело, свое тело, потому что это наш главный инструмент. Мы можем использовать с вами чашу, там, пентакль, кинжал, карты, но главное это наше тело, мы его должны в принципе соблюдать и держать, что это в чистоте и не в обиде, вот, потому что оно главный магический инструмент. Мы с его помощью постоянно обновляем мир. Это вот, поэтому десятки такие важные, потому что они про вот, про воплощение, но они тоже про то, что вот как вот снова начать возвращаться туда. Отсюда общая идея карты, угнетение, подавление, переутомление, безысходность, мрачность. Получается, что воля вырождается, да, в некое такое какое-то тупое хотение, она сжирает себя изнутри. Ну, я сейчас вам скажу совсем простую вещь. На самом деле, все подавление, это все внутри нас. Вот не радует, ничто не радует. Вот, это я, кстати, довольно часто говорю, там, с кверентами, я говорю, ну, там, типа, а вообще что-то вас радует? Человек говорит, все плохо, все плохо. А что-то радует? Ну, радовало, не знаю, сейчас ничего не радует. Ничего не получаю удовольствия, ни от чего от жизни. А что-то радовало? Да, было когда-то, но я уже даже не помню, что было. То есть настолько все плохо, вот все совсем плохо. Тогда начинаем вспоминать, а что радовало? Выписываем. Я люблю выписывать все, да, я понимаю. Это водолейское, это рациональное, это рацио, но все равно это полезная штука. Где есть источники драйва? Начать искать источники драйва. Эммигрировать, но не от, а к. Опять же, вот все действовать не от, а к. То есть, как бы поменять парадигму, опять же, описного, нам нужно, да, опять же, нужен рефрейминг. Это логика умалишенных и большинства философов. Ну, что значит большинство философов? Имеется в виду философы типа какого-нибудь Альфреда Розенберга, это идеолог фашизма. Или вспомните кого-нибудь Тарквимаду. Или вот все, вот чтобы понять, как мыслит человек, одержимый десяткой мечей, так мыслит инквизитор. Инквизитор же умные были, дядьки-то, по идее. Но только ум их был лишенным человеческой составляющей. Ну, то есть, именно вот этот бездушный механизм. Все зависит от того, что за человек перед нами, как он ставит вопрос, на какой вопрос отвечает карта. Помните, да, три позиции, три способа, вернее, три момента, когда карта является, может трактоваться как негативная. Первое, да, когда она отвечает на соответствующий вопрос, риски, проблемы и так далее. Второе, когда рядом есть негативные, ну, такие плохие карты, трудные, сложные, когда она в таком окружении. И когда именно мы связанно трактуем, непоследовательно связанно трактуем карту, да. И, соответственно, когда она на такой позиции, тоже обозначает риски или что-то еще такое. И тогда мы действительно ее рассматриваем как теневую. Опять же, вот что мешает, да, что мне мешает. Теневое сразу же включается, теневое значение. Вот, мои дорогие, если есть вопросы, я на них отвечу. Если нет, я вас поздравлю с тем, что мы завершили числовые карты и вообще рассматривание, рассмотрение карт. И мы переходим с вами, у нас остались занятия, которые непосредственно направлены на практическое освоение. Мы будем говорить о том, как трактуются карты в пранапрактике, а именно в отношениях, бизнесе и так далее. Вот, все, спасибо вам большое. Хорошего вам вечера. Хорошего вам вечера. Хорошего вам вечера. Хорошего вам вечера.